Книга «Открытым оком». Том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 233. «Пытаюсь выполнять свои христианские обязанности, но мучает жеславие и осуждение других. Думаю, что поэтому впадаю в смертные грехи. Как мне с этим бороться?» – отвечает Игнатий Тихонович Латкин. «Повторять все, что сказали святые отцы в добротолюбии и иных книгах, которые уже и в магазинах некуда ставить, думаю, ничего не даст вам. Если это прочитаете, начнете еще больше тщеславиться, что больше других знаете. И еще больше будете осуждать и в первую очередь меня. «Моя добрая подруга тетя Тоня, царствие небесное, говорил в таких случаях, кавычки открыты, прикуси язык, и на одну змею будет меньше, требуха вонючая. Было бы чем тщеславить при утреннем туалете. Как обычно, надуют пузыри своим отработанным воздухом и машут перед правителями, стоящими на могиле своего отца. Кому от этого польза? С тщеславием бороться нам помогает Господь, сшибает нам врага, сокрушает зубы, подрезает высокий рост. Нужно жить честно, открыто, говорить правду по Писанию. И тогда у тебя будет врагов до приизлиха, от тщеславия и не вспомнится. Дадут по затылку такое ускорение, что едва ноги будешь успевать переставлять. Святые говорят, что это такой грех, что как не брось его, он все равно будет шипом вверх. Если ты не постишься, не молишься, какой же ты христианин, а если исполняешь эти добродетели, то начинаешь превозноситься над другими. Тщеславица, как правило, те, которые вписываются в этот стих, 2 Коринфянам, 10-12. Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют, а не измерять себя самими собою и сравнивать себя с собою неразумно. Нужно иметь интересную и полезную работу, и чтобы у тебя было много иждивенцев. Если у тебя и нет детей, то это не льгота на многоспанье. Нужно работать в таком напряжении постоянно, как будто бы у тебя 10 детей. Нашим родителям некогда было тщеславиться. Они работали до упаду, чтобы прокормить 10 детей. А вот с осуждением других тут дело потруднее. Думают, что никогда от него не избавиться. Рассказывают, умирал один праведник и всю жизнь молчал. И братья его за это любили. Никого-то он не осудил, даже взглядом, даже вздохом. Закрыть глаза отходящему брату собрался весь монастырь. И братья слезно просили оставить им на память какое-либо наставление, хотя бы и краткое. Да как бы это не забыть от такого духоносного мужа, воплощения неосуждения. Он долго молчал, потом глубоко вздохнул, обвел их всех глазами, помулявил языком губы и изрек. В кавычках «все вы свиньи» и с тем и ушел. Настоятель сделал полную ревизию свинарнику, в кавычках. Многих изгнал, попросился сам на покой, а на его место избрали Дамаскина. И этот все правду говорил в глаза и осуждал пьяниц и воров, и крепко их бил, истезуя, как на духу. В него стреляли прямо в упор, несколько раз огорченные братья Валаама. Но пули почему-то меняли свою траекторию, и они сами со скоростью пули все исчезли. Божией милостью и недосмотром властей его избрали епископом. Писатели классики приезжали поучиться у этого самородка-самоучки. Производительность монастыря выросла в сотни раз. Монахи, как стахановцы, брали почетные призы на всероссийских выставках по сельскому хозяйству, чтобы избавиться от осуждения кого-либо. Лучше всего иметь рядом духовную подругу, которая бы пресекала подобные разговоры. Если сильны наклонысь к осуждению, пойди к тому человеку, скажи ему прямо, в чем ты его судишь, соблазняешься. Только ничего не утаивай, не приукрашивай словами, даже передай в той интонации, как судил его. Он тебе тут же отсчитает сдачу, и тебе на сегодня хватит. И так поступай каждый раз. Очень скоро на тебе не будет живого места, куда садить синяки. И ты успокоишься. Только будь искренним, а то гремят грехами друг перед другом, как Брежнев медалями, в кавычках. Я отсуждаю, я тщеславный. Один раз близкому человеку можно сказать, а дальше лицемерное бахвальство, вроде, в кавычки открыты. Вот какой я, не боюсь самокритики. В кавычки закрыты.